Здравствуйте, друзья! Снова с вами открытый диалог Министерства образования и науки Калужской области. И сегодня у нас замечательный гость, очаровательный редактор, главный редактор интернет-портала про образование и воспитание детей МЕЛ, Надежда Пудогла. Надя, здравствуйте! Спасибо, что согласились поговорить. Добрый день! Рада вас видеть. Очень приятно и нам видеть вас тоже. Надежда, в несколько месяцев назад, точнее, даже, наверное, правильно сказать, в прошлом году вышла вот такая замечательная книга МЕЛ про детей и их родителей. Замечательная книга, здесь потрясающие работы, потрясающие статьи. Мне особенно нравится вот раздел фильмы, 12 фильмов, которые нужно посмотреть с ребенком и так далее, и так далее. Скажите, к какому разделу этой, безусловно, важной книги вы возвращаетесь чаще всего и какой считаете, может быть, для себя наиболее важным? Ну, смотрите, на самом деле, вряд ли я могу сказать, что я часто возвращаюсь к разделам этой книги, просто тут нужно понимать предысторию ее создания. Ну, я вообще человек, который, там, 20 лет уже работает в диджитале, для меня бумага, ну, несмотря на то, что я сижу на фоне массы бумаги, существует, да, в основном в виде худлит книг и прочего. Но, когда нам предложило издательство Альпина, в котором, собственно, эта книга издана, перепечатать наши лучшие тексты, мы решили, что почему бы нет, потому что вполне возможно, что наша парадигма, вот эта сугубо цифра реальности, она не совсем такая, как у многих. И если мы окажемся в книжных магазинах на обычных полках, может быть, так, мы что-то расскажем новое о себе аудитории и как-то иначе немножко с ней скоммуницируем. Ну, собственно, все тут, мне кажется, хорошо удалось, и мы очень рады этой книге были, и у нас даже должна была выйти вторая, но вот из-за случившегося с нами со всеми сейчас у нас пока какой-то такой, назовем это, пидстолб, наверное, технический. Ну, посмотрим, что будет дальше. Что касается этой книги, вы знаете, для меня было очень важно, что издательство Альпина не стало никак блокировать нам то, что называют условно сложные темы. Ну, то есть для нас есть, вот для Мелы есть определенный пул действительно сложных тем, как говорить с детьми о, это и секс-просвет, это тема смерти и так далее, и очень часто издательства стараются обойти эти подводные камни, ну, чтобы не наталкиваться на негатив аудитории, потому что аудитория очень разная, у всех очень разный как бы бэкграунд и, назовем так, архетипический ряд того, что вообще можно в семье, а что нельзя. Вот, поэтому то, что там в конце есть вот такой вот раздел про подростков и про сложные темы, для меня это важно, дорого, и я рада, что у нас это получилось. Ну, и на самом деле, собственно, в чем была задумка этой книги? Задумка была не только в том, чтобы рассказать, что автор Мела хорошо пишет, а задумка была такого хорошего бытового справочника, не научного, а именно бытового. Действительно, вот хочется понять, почему, чем заняться с ребенком здесь и сейчас. Отлично, поэтому мы включили фильмы. Хочется понять, почему ребенок на все отвечает? Нет, отлично, есть глава о том, что такое негативизм, ну, она не названа глава о негативизме, но там наш прекрасный автор разбирает особенности взросления детей и того, как они общаются с родителями в зависимости от того, на какой стадии развития психологического они находятся. Вот так вот, наверное, про книгу. У вас вышло две книги, которые называются «Ты же мать. Материнство по правилам и бес», и вторая часть называется «Белка в колесе». Скажите, эти замечательные иронические эссе рассуждения о проблемах материнства, о проблемах семьи, если подводить под ними какую-то итоговую черту, скажите, отчего бы вы хотели предостеречь семьи, молодые семьи или семьи, которые, как это принято говорить, попланируют ребенка или воспитывают ребенка сейчас? Ну, я бы точно не стала ни от чего предостерегать, потому что, опять же, ну и для меня, например, самой было это очень хорошим уроком. Мы настолько все супер разные и настолько в разных условиях мы живем. Ну, то есть моя жизнь человека, такого достаточно обычного человека из Москвы, она очень сложно ложится на жизнь человека, даже такого же обычного человека, как я, например, из Владивостока. Вот, но есть, конечно, какие-то общие вещи. Мне кажется, я писала эту книгу просто потому, что, ну, у меня, когда вышло первое, активно забрасывали камнями, что вот таких матерей непутевых у нас все так в жизни и складывается. Ну, как бы, да, у меня не было какого-то, не было четкой картины материнства. Я очень удивляюсь, когда мне говорит кто-то, что у него она была до того, как у тебя появился ребенок. Вот, но при этом я очень хотела быть хорошей матерью, потому что, ну, во-первых, а, я люблю своего ребенка, а, б, мне казалось, ну, такая вот эта ошибка менеджера, который много лет уже менеджерит что-то, что сейчас я как сяду, как вот у меня будет, вот моя скрам-доска, я на нее распределю на ней задачи, и все у меня получится. Нет, ничего не получилось. То есть я, например, совершенно не могла себе представить, что действительно я думала, что работая до Милы, я работала в агентстве в основном, и я, ну, это нормально было, что мы по трое суток в агентстве не спали и делали новости в каких-то ситуациях. Я думала, что я готова ко всем вот таким стресс-тестам, но оказалось, что нет, когда ребенок плачет трое суток подряд и не спит, это вообще даже рядом не лежало с тем, что я себе представляла. На самом деле вот есть такой замечательный британский психолог Дональд Луцвинникотт, который ввел знаменитое уже сейчас понятие «достаточно хорошая мать». Оно более, конечно, ну, его работа, это, естественно, научная работа, но само по себе понятие очень хорошо, и мне кажется, я в книгах пыталась это и сказать, что идеальной матери из тебя все равно никогда не получится, идеальных отцов никогда не получается, даже из тех, кто искренне относится к своим детям и берет на себя реальное отцовство, а не такое вот, как у нас сейчас в стране принято, это папа выходного дня, который гладит по голове и спрашивает, как у тебя дела в школе. Вот. Что и в отцовстве, и в материнстве я все пытаюсь найти какое-то хорошее слово общее, типа родительство, но так и не нашла для себя до конца. Нужно всегда давать себе какое-то право на ошибку, вот. И самое главное — делать так, чтобы всем в процессе воспитания и образования было хорошо, и чтобы не было какого-то такого передавливания одной стороны. Ну и не надо всегда идти за тем, как принято у других. Это тоже очень важно, потому что от этого мы все страдаем. Если, ну, условно говоря, если тебя выписывают из роддома, если говорить совсем потом языком, с фанфарами, шарами и всем остальным, вернее, всех твоих подруг выписали из роддома так, а ты вдруг выходишь просто так, и тебе даже нечего рассказать, как это было, ну нет в этом ничего страшного. Какая разница, как тебя выписали из роддома? Главное, что у тебя случилось потом в жизни, и как ты к этому относишься? Сказали замечательную фразу про папу выходного дня. Вы знаете, вот у Евгения Янборга в его последней книге «Культура просвещать» была такая заметка, что во время дистанционного обучения роль отцов в воспитании детей увеличилась, то есть не увеличилась, а стала значительной. Согласны ли вы с этим, и вообще, как считаете, изменилась ли система воспитания детей в период пандемии? Вы знаете, я могу сказать так, что, ну, очевидно, что за ковид все очень устали, но я уверена, что это коснулось не только родителей. Это просто был, ну, тоже такой очень странный период нашей жизни, я надеюсь, что он все-таки не повторится. Что касается роли отцов, вы знаете, мне кажется, нет, она не изменилась. Скорее, за время изоляции мы очень хорошо все увидели, как у нас у каждого устроено, что в семье. Потому что в обычной жизни очень просто как бы мылить немножко происходящее. Ну, то есть, кто заберет кого из школы, кто там проверит домашку и так далее. Ну, я просто наблюдала за тем и читала, например, у нас есть большой раздел блоги на Мели, куда пишут, в том числе, просто родители. И я всегда читаю все тексты в этих самых блогах, потому что, ну, они такой хороший, хороший такой маркер реальности и какие-то для нас, для самих новые темы. И очень многие мамы детей как раз жаловались на то, что вот какое-то наше сформировавшееся уже давно распределение ролей, то есть папа на работе, мама сидит с ребенком и что-то делает, оно на самом деле пошло прекрасно и в ковидную дистанцию. То есть, условно говоря, папа находил себе тихое место в квартире, где он открывал свой компьютер, где шел табличку «Папа работает». А мама работала, подключала два-три зума, готовила еду, потому что, ну, как бы оказалось, что ты теперь еще и в, ну, таком 24 на 7 режиме выполняешь и семейные, и рабочие, и все функции. И вот тем человеком, который стал реально 24 на 7, оказались в семье все-таки женщины. Я, как бы, очень четко это почувствовала, и мы обсуждали это как раз, ну, с таким, с достаточно известным профессиональным HR московским, и основательницей движения «Совмама», вот, которая как раз занимается тем, чтобы помочь молодым матерям найти свое место в жизни, найти новую работу, если вдруг, ну, мы знаем, как часто бывает с женщинами после депресса, что работа куда-то вдруг исчезает по непонятным причинам. Вот. И она как раз рассказывала, что в ковид они сделали такую, типа, линию поддержки, и вот эта вот линия поддержки, туда подключались, у них были такие специальные зумы, мы подключались женщины, которые говорили, я больше не могу. И их было очень много. Вот это «я больше не могу», когда прошел месяц, например, он включал и то, что именно маму взяли на себя какую-то огромную-огромную бытовую нагрузку, и в том числе нагрузку дистанта, потому что я знаю только троих пап, которые действительно садились и пытались с детьми пройти школьную программу и вообще помочь детям как-то вынырнуть из происходящего и почувствовать себя более-менее нормально, потому что дети тоже здесь оказались, ну, мягко говоря, заложниками происходящего. Надежда, у вас в вашей колонке на мейле есть очень интересные слова, когда вы говорите, что сейчас журналист в эпоху социальных сетей и информационного шума должен объяснять три вещи. что происходит, что это значит, и что это значит для меня как рядового гражданина. Скажите, можете ли вы ответить на все эти три, можете ли вы рассмотреть вопрос, что происходит сейчас в образовании, вот с этих трех позиций? Ну, может быть, если конкретизировать, если поставить не вопрос, что происходит в образовании, а если вопрос, что происходит с национальным проектом образования, если так угодно, или просто все-таки в образовании? Ну, и сейчас это прям такая большая тема, мы ее совсем недавно обсуждали, там, рядом известных экспертов в области образования, в том числе с теми, которые у вас уже были в гостях, как мы вообще для себя определяем какие-то промежуточные результаты, результаты и так далее. Смотрите, можно сколько угодно говорить про нацпроект образования, как вот у нас есть такой конь в вакууме, тот самый. Очень важно, чтобы люди понимали, вот для нас, для МЕЛа, поскольку наши аудитория — это все-таки родители. Им, например, совершенно не принципиально, сколько там денег выделено на нацпроект. Им важно, чтобы им хорошо объясняли, что происходит. Вот сейчас, например, было несколько маркетинговых таких ситуаций, очень хороших в медиа, которые показывали, насколько плохо мы все умеем, ну, я сейчас имею в виду от ВЕМС до медиа, объяснять, что же происходит. Мы говорим сейчас и говорим открыто о проектах, там, цифровой образовательной среды, да. Как мы это делаем? Мы берем и говорим, что на цифровую образовательную среду, значит, у нее будет вот такой трек, там, вот, гипотеза, внедрение, оценка результатов и так далее. Вот совсем недавно об этом тоже говорили на августовке Яндекс. Там очень подробно разбирали, ну, как бы, тайминг реализации цифры. Что за этим видят родители? Когда он видит, например, на ленте того же информационного агентства новости, в России внедряют цифровую образовательную среду. И этот несчастный родитель, который только что пережил цифровую образовательную среду в быту, он думает, что для меня это значит. Это значит, что в сентябре мы все окажемся в заложниках какой-то цифровой платформы. Чем эта цифровая платформа отличается от того, что уже есть в нашем инструментарии, а у нас достаточно много уже платформ, реализовано в России в разных видах. И много опробируется. В том числе и от частных компаний. Вот я, насколько знаю, в Калужской области тоже проводят много экспериментов в образовании и с УНК, и с платформами, и совсем остальных. Ну, родители, никто этого, по сути, не объясняет. И мы сами, ну, как бы, когда мы говорим о том, что происходит в образовании, мы создаем очень много страха у бытового, в быту у человека, потому что он совершенно этого не понимает. И мы, к сожалению, очень плохо объясняем. Или, например, вот у нас была прекрасная новость недавно о том, что на закупку школьных автобусов будет выделено 6 миллиардов рублей. Вот. И в объяснении этой новости было сделано две вещи. Там было сказано, что премьер-министр страны сказал, что это, во-первых, поддержит отечественных производителей автобусов, во-вторых, позволит детям добираться до школ в тех регионах, где существуют проблемы с дорогами, удаленностью школ от населенных пунктов и так далее. Ну, во-первых, вот эта поразительная для меня история про пояснение. Если уж все-таки мы говорим про школы, школьные автобусы, мне кажется, на первом месте должны всегда в объяснении стоять дети. Сколько будет этих детей? Проедут ли автобусы по тем самым дорогам в удаленных регионах, о которых мы говорим? Что это будут за автобусы? Потому что мы знаем, что часто проблема не в том, что как бы нет автобуса, а проблема в том, что дорога такая, что там не особо ты и доедешь на этом автобусе. То есть, и в итоге мы не создаем никакой картины, такой откровенной картины того, что мы делаем. Ну, и точно так же можно перечислять бесконечно. Горячее питание – это один из маркеров. Ну, как бы программа, о которой все время говорят на всех уровнях. Постоянно президент говорит о горячем питании. Мы все будем рады горячему питанию. Но в чем проблема школы и проблема родителей? Не только в том, чтобы в школе было горячее питание, а еще в том, чтобы, например, это питание было съедобное. Что мы делаем для того, чтобы у нас был контроль того, каким будет это самое горячее питание, потому что мы прекрасно знаем, как мы умеем отчистываться. Горячее питание в школу поставлено. Теплый туалет в школе сделан. Ну, и есть масса таких проблем. Я бы не хотела сейчас говорить. Я могу начать говорить какие-то общие фразы, как говорят эксперты. За пять лет мы достигли существенного прогресса в оценке цифровых инструментов, провели столько-то тестов и поэтому выбрали путь вот такой вот цифровой цифровизации. Нет, мне кажется, просто очень важно, чтобы мы наконец научились говорить все, кто есть в процессе образования. Мы часто говорим, что сейчас есть проблема дискоммуникации родителей школы. Но вот на самом деле дискоммуникация у нас существует на всех уровнях. И очень часто, например, родители боятся того, что предлагают и в рамках нацпроектов, и в рамках реализации отдельных частных проектов, потому что они не понимают, что именно им предлагают. Но никто не ведет с ними эту последовательную работу. Никто не говорит, вам станет от этого легче, вашим детям будет лучше, уровень функциональной грамотности повысится в три раза условно. И что такое вообще функциональная грамотность? Потому что когда сейчас нашим родителям начинают бесконечно говорить о результатах международных тестов, и через медиа тоже, нам пришлось, я не знаю, наверное, мы зашиваем в каждый материал, как только мы начинаем говорить про ПИЗу, что такое ПИЗа, почему это, почему мы измеряемся именно этим, почему это показатель качества образования. А что для родителей показатель качества образования? Рейтинг школы по ЕГЭ. И вуаля, мы не знаем вообще, кто что хочет, так что для этого делается. Вот так вот. Короче, а нацпроект не буду оценивать. Пусть его оценят, какая-нибудь, я знаю, бывает, контрольно-мониторинговая комиссия и все остальное. Контролирующих органов у нас полно. Скажите, Надя, а как вы думаете, что легче, войти в пятерку лучших экономик мира или войти в десятку стран по уровню образования? Ну, вы знаете, как бы экономика от образования, к сожалению, не отделяется вообще никаким образом. И опять же, на ковидном периоде мы это очень хорошо видели. И очень много, вот сейчас я тоже бывала на мероприятиях, где обсуждали проблему образовательного неравенства, которая появилась у нас, ну, которая четко обозначила себя в тот момент, когда дети были вынуждены уйти на дистанционное обучение. Это и проблема покрытия как бы широкопластным интернетом территории нашей страны. И тут, на самом деле, поразительно оказалось то, что проблема покрытия, даже не широкополостным, а мобильным, например, в том, что даже в 150 километрах от Москвы, где, казалось бы, ну, вот так, ну, скучу, кажется, что у нас все замечательно с интернетом. Интернет для тебя мобильный, это какая-то такая бытовая реальность. Ну, вот, естественно, я провела там месяц в одной единственной точке своего дачного дома в 100 километрах от Москвы, потому что это была единственная точка, где более-менее был стабильный интернет, а мне надо было работать. Так что тут даже те регионы, которые, кажется, в порядке, оказались не совсем в порядке. Но, что интересно, например, я очень много читала разные, назовем так, западные медиа, мне всегда очень интересно, и вот если мы сейчас посмотрим, например, на картину того, что происходит в Америке, мы увидим то же самое безумное, и проблему образовательного неравенства. И проблема того, что разрыва между родительско-учительской общественностью, например, и властью, вот мы тоже это все как бы в какой-то степени чувствуем. Точно такая же проблема была во Франции, при том, что Франция входит в одну из самых развитых экономик Европы. Там точно так же, когда обсуждался вопрос, еще когда были школы на карантине, и вообще все образовательные учреждения, и часть чиновников настаивала на том, чтобы школы были открыты, а САП, и не только потому, что учителя там как-то страдают или не получают зарплату, или что-то еще, как раз учителя там не хотели выходить, а потому что очень сильно обострилась проблема вот этого вот качества образования с точки зрения того, что, например, часть семей, у которых в семье не очень высокий уровень образования всей семьи, ну там просто дети перестали ходить в школу, вот так, скажем так. Или точно так же оказалось, что там есть один телефон на 10 детей, и дальше непонятно, как построить. Так что тут как бы такая очень сложная история, но просто, в чем наша проблема, даже не столько экономическая, сколько какая-то ментальная. Мы, мне кажется, очень многие родители, с одной стороны, очень верят в школьное образование, и было бы странно, если бы мы в него не верили. Мы все вышли из советской школы. А с другой стороны, на ковиде мы увидели, как часть того, что происходит с нашими детьми в школе, она оказалась изрядно бессмысленная. Ну то есть вот мы знаем, какие предметы больше всего пострадали от ковида. Те предметы, которые школа для себя считает второстепенными. Вот. Мы увидели эти второстепенные предметы, наши дети перестали им заниматься. Сейчас они пойдут в школу, и они опять будут им заниматься. И вот встает вопрос, а что, зачем? Если мы так легко от этого отказываемся, если мы считаем, что, ну понятно, что есть в гос, но тем не менее, то зачем мы тратим, например, по два часа учебного времени ребенка в начальной школе в один день на то, что, в принципе, как выяснилось, можно отодвинуть. Это большой дискуссионный вопрос. Я сейчас не топлю за отмену физры. Я очень люблю, как бы, физкультуру в школе у своего ребенка. Но это те вопросы, которым действительно, вот мы читаем очень много, у нас еще есть тоже на Миле рубрика «Вопрос-ответ», и она даже живее, чем рубрика «Блоги». И там, мне кажется, мы увидели все болевые точки ковида с глазами родителей вот в этой рубрике, потому что там очень много приходит риторических вопросов, то, что мы для себя называем, которые мы не можем адресовать ни юристу, ни эксперту в области образования, ни методисту, никому. Это вопрос, а зачем? А почему? Что вообще происходит? Надя, а вот помимо пресловодии физры, какие еще предметы попали вот в эту, в число лишних? Как вы считаете? Ну, смотрите, на самом деле не то, что лишние, просто каждая школа выстроила для себя, как мне кажется, ну вот то, что я видела там и на личном примере, и на примере своих там массы близких друзей, у которых дети все ходят в школу. Каждая школа выстроила такую свою внутреннюю тактику и стратегию выживания на этот период. У меня ребенок в началке. Понятно, какие предметы вылетели у нас, но не то, что вылетели, они стали такими добровольными зумами, на которые, естественно, половина детей не ходила. Вот, это, это художественное, как это называется, я все время забываю, ну, то, что я по старинке называю рисование. Вот, технологии, окружающий мир, вот это вот предметы, которые у нас оказались вообще как бы, ну, а, еще музыка, потому что пару раз мы попытались хорировать в зуме, все поняли, насколько это ужасно и бессмысленно, и в итоге детям просто присылали ссылки на зумы, там, давайте вот, ну, что-то типа МХК в музыкалке происходило, давайте послушаем Римского-Корского и попробуем что-то рассказать о том, что мы услышали. Ну, для меня всегда важен вопрос о смысленности, зачем мы это делали, вот в той ситуации, зачем мы это делали. Понятно, что мы это делали для выполнения программы, для отчетности, а что это давало детям. Вот, точно так же я видела со старшими школами, например, у меня тоже очень близких друзей, ребенок учатся в школе, где традиционно вертикаль, это математика. Вот, естественно, история, география и все остальное пошло по остаточному принципу, потому что нужно было вписаться в СанПИН, нужно было, мы же еще не знали в тот момент, что у нас, на самом деле, будет с ВПРами, но там какой-то момент все равно решилось, но ВПРы все равно от нас никуда не ушли, и мы знаем, что сейчас вот в ВПР у нас обрушится на голову прямо уже в сентябре, что, в общем, для меня тоже очень странно, потому что, ну, как бы всегда сентябрь месяц все-таки немножко адаптация, а после того, как дети пережили к тому же еще и 5 месяцев в инстанционке, в том или ином виде, включая каникулы, вот, мне кажется, что сентябрь должен был бы быть каким-то более рефлексирующим месяцем для школы, а не так, что ребенок придет и на него через 2 недели скажет, все, давай, сейчас мы тебя диагностируем, это, ну, литейший стресс и для ребенка, и для педагога, потому что сейчас педагоги не знают, в каком виде вообще придут их дети в школу, вот, педагога моего ребенка, она постоянно пытается нас как-то поддерживать на каких-то зумах, и, если честно, я вот в августе пару раз зашла ради интереса, на зумах было 2-3 человека из 30, а дальше вот эти самые три вопроса, о которых вы говорили, что происходит, зачем мы это делаем, и что это для нас значит. Надежда, у вас есть потрясающий, очень информативный телеграм-канал, где вы в одной из публикаций рассказывали о двух замечательных книгах, детских книгах про коронавирус. Одна книга была выпущена Всемирной организацией здравоохранения, называлась «Ты мой герой», и другая была сделана издательством «Клевер», и ее иллюстрациями занимался Аксель Шефлер, который придумал персонаж Грухфула. Книги действительно очень интересные, очень красочные, похожие на графический роман или повесть. Скажите, вот, что для вас коронавирус в плане такого социокультурного феномена, если можно так выразиться, по результатам прочтения этих книг и, может быть, вообще? Ну, что касается книг, я бы сказала, книги, это больше такое, я иногда поражаюсь, что про меня, оказывается, все все знают, мне кажется, что все эти каналы уже давно забыто, но нет, я рада, что кто-то их смотрит, наверное. Смотрите, я, что касается телеграм-канала, я, ну, как нормальный медийщик, я иду от запроса аудитории, я вижу, что, например, в частотниках, в запросах в интернете растет трек на, как объяснить ребенку 5-6 лет, что такое коронавирус с точки зрения науки, вот, и публикация в телеграм-канале была ответом на запрос именно вот этой части аудитории, людям были нужны какие-то книги, чтобы объяснить, что происходит, вот, с моим ребенком, если честно, мы не читали никаких книг, он достаточно хорошо все понял сразу причем происходящее, я не скажу, что он принял, но мы быстро разобрались, потому что тема вирусов, микробов, бактерий его давно интересовала, и он понимал все механики, ну, разве что в силу того, что он маленький, и он не понимал масштаба поражения происходящего, но мне было важно объяснить его ограничения, более того, потому что в начале коронавируса мы оказались оторваны друг от друга, потому что он жил у бабушки с дедушкой, а мы продолжали передвигаться по городу, и к ним, ну, не ходили, потому что у нас там куча людей из группы риска, и мы не могли просто подвергать их каким-то угрозам, потом забрали ребенка и уехать к ним на дачу, вот, чтобы тоже как-то минимизировать возможные последствия для семьи. Смотрите, сначала я скажу как медийщик, для меня коронавирус это как бы, ну, это история очередного краха нашего рынка, потому что рынок медиа самый хрупкий рынок, ну, один из самых хрупких. Мы очень много говорили про то, какой урон нанесет малому бизнесу коронавирус, какой урон нанесен там предприятиям общественного питания, торговым точкам и так далее. Про медиа в этом смысле никто не говорил так прям, ну, потому что медиа, они вообще никому особо уже не нужны, мы считаем, что это какая-то лишняя нагрузка. Я имею в виду, в широком смысле есть такое, какое-то мнение, что, во-первых, медиа может работать без денег, а во-вторых, медиа, для медиа рынка это стало страшнейшим ударом и этот удар, он как бы в самом своем соку, то есть мы не сделали еще ни шага, чтобы выйти из какого-то кризиса, это не история происходящего с Мелом. Я очень много общаюсь с своими коллегами и вижу в целом, что происходит на рынке, в том числе и на рынке, на котором медиа зарабатывали деньги. Вот, необходимые для того, чтобы удержать корректоров, а почему у вас нет корректора, очень любят задавать аудитория вопросы разным изданиям, не только Мелоумелый есть, но часто корректоров списывают именно потому, что на корректора не остается денег в кассе. Вот. Но считается, что корректоров не очень важен. И в целом, как бы, мне кажется, что вот мне один наш психолог, эксперт, с которым Мелоумел много работает, сказал, что все, что с нами происходит, вообще не нужно толком рефлексировать, потому что мы сейчас находимся в первой четверти учебного года, и когда пройдет учебный год до конца, то есть пройдет там 9 месяцев с момента старта происходящего, тогда можно будет сесть и посмотреть на то, что с нами произошло. Я понимаю, что для, если говорить про родительскую аудиторию, я понимаю, что для родительской аудитории это был период такого, ну, во-первых, вот да, мы очень хорошо узнали, что у нас происходит внутри семей, и глобально мы об этом тоже очень много узнали. Мы узнали о том, как, например, как внутри семьи переспределяются человеческие ресурсы. Мы узнали больше про ситуацию с подавленным и неподавленным домашним насилием. Скоро мы узнаем ситуацию про качество домашнего обучения с учетом дистанта и так далее. Вот. Но в целом я пыталась рефлексировать, что происходит. У меня есть еще, вот, наверное, то, что не нашлось в интернете обо мне, потому что я его не индексировала поисковиками. Я делала на Тильде блог про самоизоляцию. Ну, потому что тоже мне как медийщику важно фиксировать какие-то бытовые вещи. И вот я там еще не поставила точку, вот когда я придумаю, что можно, чем можно закончить самоизоляцию, тогда я буду готова как-то рефлексировать. Сейчас для меня просто истечение, что это травма. Даже для тех, кто говорит, что для них это не травма, это все равно травма. Просто для каждого это стало своей травмой. И поразительна была история, например, как, ну, вот эти пресловутые детские выплаты, да, мне кажется, даже сам Пенсионный фонд Российской Федерации немножко удивился происходящему, потому что он не ожидал, что все россияне встанут и пойдут получать свои 10 тысяч рублей. Не только те группы населения, которые уязвимы, которым эти 10 тысяч рублей нужны были как в крае. Мы видели, как они потом уходили на погашение микрозайма. Но встали и те группы населения, у которых вроде бы края не было. И они тоже встали и пошли и за первые, и боролись за эти выплаты. И до сих пор я вижу в соцсетях люди, которые их не получили, они до сих пор общаются активно с ПФР и пытаются решить свои вопросы. Вот, пожалуйста, вроде бы травмы нет, но зато как бы ощущение нестабильности и ощущение того, что тебе очень нужны деньги и неизвестно, что с тобой будет, оно, но это очень плохое ощущение для любого человека. Всем нужна рутина и немного уверенности в будущем. Уверенность в будущем это очень важно. Надя, у вас опять же в телеграм-канале есть небольшая заметка про такой проект Гайдаровки, Московской городской библиотеки, Московской городской детской библиотеки имени Гайдара, которая публикует каталог 100 лучших книг. И недавно был опубликован каталог 100 лучших книг за 2020 год. И вот даже одна из книг, вот она здесь, вот Полерий Шубинский, старая книжная полка, мы с ним тоже беседовали. Скажите, какие книги для детей и подростков, ну, может быть, одну или две за последний год кажутся вам наиболее важными, наиболее интересными? Ух, тут вы меня просто поставили в тупик, потому что сейчас я обижу кого-то из своих друзей. Так, надо смотреть, просто, во-первых, всегда очень, ну, я очень не люблю говорить про книги, там для подростков, не для подростков, потому что каждый ребенок живет в каком-то своем возрасте, и когда мы говорим про то, что эта книга для подростков, потом к части подростков она не подходит, но зато ее отлично читают многие взрослые. Яркий пример того, например, эта книга не этого годна, я до сих пор продолжаю советовать всем взрослым, есть такая французская писательница Анна Лорбанду, и в «Компас-гиде» вышел ее роман «Грандиозная заря». Это такой приключенческий семейный роман, который идет в категории Янка-Далл, и его, мне кажется, в первую очередь надо читать именно родителям, потому что вот он идеально ложится на такое родительское вечернее потребление. Слушайте, давайте я скажу так, что вот за последнее время вышло много хороших книг в Янка-Далте вообще для подростков, как раз то, что у нас называется. Очень яркие книги вышли в «Самокате», очень яркие книжки вышли в том же самом «Компас-гиде». За Янка-Далту взялись вообще все издательства очень серьезно. и тут скорее, скорее должны выбирать сами дети и сами родители, потому что когда я советую какую-то книгу, все потом читают и пишут, ну, это плохая книга, мне она не понравилась, или это очень кайфная книга, она мне понравилась. Я могу сказать, что я могу посоветовать в качестве классического школьного чтения вообще всем детям и родителям, поскольку у нас учебный год. Например, есть книга Руальда Даля Матильда. Это такая суперклассика. В Европе ее читают в школьной программе. У нас пока нет, но я считаю, что эту книгу должны прочитать, ну, вот, наверное, лет семи ее можно читать спокойно с детьми. Ну, и старшие тоже охотно читают, потому что старшему ребенку 12, он недавно перечитывал Матильду с огромным удовольствием. Это такая классическая история про детей, школу и родителей. И поскольку это Руальд Даль, это просто блестящая виртуозная история. Что еще такого хорошего можно вспомнить, чтобы прямо вот почитать? Для маленьких детей, которые в этом году первый год идут в школу, я, например, всегда советую книгу, первая книга из серии «Моя счастливая жизнь» от писательницы Руси Лагеркранц. И, кстати, родителям тоже я бы советовала почитать эту книгу, потому что фабула, там в серии вышло, кажется, шесть или семь книг. Фабула такая, есть маленькая девочка, она живет со своим папой, у них нет мамы, мама умерла. Это обычно сразу всех пугает, ну как же так, речь о неполной семье. Но нет, поцелу этой книги в том, что девочка каждый день находит в каждом дне что-то, что делает ее счастливой. И ее жизнь счастливая. Это какой-то такой момент, когда ты учишь ребенка, как немножко по-другому смотреть на жизнь. Ну вот этот момент, когда ты приходишь домой и думаешь, все было очень плохо, а потом смотришь и думаешь, да нет же, вот это было хорошо, это было здорово, и на самом деле мы-то счастливы. Вот. И, ну и там очень хорошо разобрана тема и первого класса, ну то, что у нас любят вот это вот, советуйте, что почитать, что подготовить ребенка. И причем, я даже тут не вижу какой-то гендерной проблемы, обычно говорят, почему вы советуете книгу, где главная героиня девочка. Ну и девочки, и мальчики одинаково идут в школу, они одинаково боятся чего-то, они одинаково ищут друзей, почему мы тут упираемся в гендер, я не знаю. Есть очень хороший подростковый роман, очень тяжелый, на краю ночи, он маркирован 18+, мне кажется, даже, там очень много сложных тем, но если у вас подростки, которые любят суперсложные книги, вот я бы посоветовала бы вот это дать им когда-то почитать. Но вообще, я должна сказать так, что, во-первых, вот про каталог Гайдаровки, я искренне советую им всегда пользоваться родителям, хотя по большому счету это металлический каталог для библиотек, что хорошего появилось, что вы можете изгадать в вашей библиотеке. Почему так? Потому что в Гайдаровке это та библиотека Москвы, которая, ну, во-первых, я вечный амбассадор Гайдаровки, я выросла в Гайдаровской библиотеке, меня туда записали в 4 года, и я до сих пор туда хожу, хотя мне уже вот 40 лет. Очень забавно. В Гайдаровке очень любят книги и относятся к ним непротокольно. То есть это не просто новинки. Над этим каталогом действительно очень чутко, долго и внимательно работают. В него включают самый прекрасный, все, что вот ярко появилось на рынке за год, попадает в каталог Гайдаровки. Я уверена, что они бы хотели сделать 500 книг, но это было бы тяжело и много. Ну, потому что книг, к счастью, выходит очень, ну, наш рынок как-то еще держится уже и книжный. Кстати, еще один очень сильно пострадавший от ковида рынок. Вот. Так что не буду больше, наверное, про книги, потому что, правда, меня, мне кажется, обидятся мои друзья. У меня в почте каждый месяц скапливается огромное количество PDF-ов, свежих книг, и мне вечно стыдно, что я не читаю все, поэтому с 20 по 30 число каждого месяца я читаю все детские книги, которые выходят, чтобы всем честно ответить на какие-то вопросы. вопрос. Ну, и как бы, если еще посоветовать что-то, во-первых, умело очень много на Меле можно найти книги, и все, что вышло свежего про книги, я всегда лично проверяю, потому что для меня это очень близкая нежная тема, собственно, я все тексты читаю на Меле, но с книгами мы относимся очень внимательно к этой теме, вот, и плюс ко всему у нас есть сервис BookMate, и на сервисе BookMate у нас с ними сейчас очень хорошая коллаборация, мы сделали там полку лучшие книги для родителей, лучшие книги для тех, кто только идет в школу, лучшие книги о педагогах и для педагогов, и там как раз есть книга Ямбурга, в том числе, о которой вы говорили, в общем, если кто-то хочет посмотреть просто какую-то подборку такую вот тематическую, то вот есть масса вариантов, как это сделать, и под каждую из этих книг я тоже подпишу, что они хорошие, плохие, мы на полки не ставим. Сервис BookMate называется, правильно, Яра, слышала? Да, BookMate. Да, как бы, в принципе, это подписной платный сервис, но доступ к полкам совершенно бесплатный, можно просто зайти с доскотом, посмотреть, а потом, как хотите, купить бумажную, купить электронную на другом ресурсе, то есть, кто как любит и кто как привык. Надя, мы уже начнем, наверное, завершать нашу беседу. У меня еще один небольшой вопрос. Вы писали в одной из своих колонок про роман Фредерика Бакмана «Медвежий угол». Если он у вас как-то остался в памяти и впечатлениях, можете сказать про него несколько слов, потому что это действительно очень уникальная книга, где такой благостный, безмятежный мир, построенный вокруг полихоккейной или футбольной команды, вдруг внезапно распадается из-за кошмарного, по-моему, изнасилования или чего-то такого. Можно несколько слов про эту книгу? По-моему, она достаточно значительная и очень интересная. Слушайте, ну, у меня есть такой сложный момент с Бакманом. Я была большим поклонником Бакмана, а на его самые последние книги я немножко сломалась, и у нас даже была большая дискуссия с его другим большим поклонником и книжным критиком Сережи давно о том, не слишком ли Бакман увлекся лозунгами, знаменами и прочим-прочим. Нет, ну, что касается «Медвежьего угла», я до сих пор считаю, что это, ну, одна из сильнейших книг Бакмана, и вряд ли что-то будет... Я очень люблю и «Вторую жизнь Увы», и «Бабушка вилела кланяться». Все это прекрасно, «Бабушка вилела кланяться» мы даже читали с нашими старшими детьми, потому что это вполне такое чтение, которое подходит и детям-подросткам, у Бакмана есть прекрасная книга для родителей про то, что я бы хотела рассказать своему ребенку об устройстве мира, кажется, так она называется, но, может быть, я чуть-чуть ошибаюсь в названии, но «Медвежий угол» действительно самая страшная и самая сильная, самый сильный роман Бакмана. Сюжет действительно такой, что есть маленький город, это, на самом деле, очень близко к России, мне кажется, есть маленький город, у этого маленького города есть единственная надежда, это его хоккейная команда. У хоккейной команды есть тренер, у тренера есть дочка, и один из мальчиков у его хоккейной команды действительно наносит огромный физический, психологический ущерб дочке главного тренера. И дальше встает вопрос для родителей, что мы спасаем? Мы спасаем детей, мы спасаем себя и семью, мы спасаем город, можем ли мы идти против общественного мнения? Это огромная рефлексирующая книга, и, кстати, опять же, старшим подросткам я не вижу ни малейших противопоказаний, чтобы ее однажды дать, ну, конечно, малышам там, ну, что у нас младшие подростки у нас идут уже практически с 10 лет, ну, им, конечно, не стоит. Но лет в 14, потому что дети уже знают все эти реалии, мы не откроем им ничего нового. А Бакман очень хорош с точки зрения простоты текста. Это не обесценивание его романа, но он очень хорошо доносит, что он хочет сказать без чрезмерных усложнений, и поэтому подросткам он тоже очень нравится. У нас в Медит есть еще один раздел это подростки, и там у нас живут реальные наши ребята-школьники, с которыми мы работаем, и вот они все были в восторге от этой книги, они все ее читали. Так что, да, очень хорошая книга, чтобы порефлексировать вообще о том, что такое наш мир, где наше место в этом мире, и что мы готовы отдать, чтобы наш мир был прочным, стабильным. Вот после ковида мы тоже все еще раз об этом задумаемся, хотя у нас не произошло, я надеюсь, у многих таких страшных событий в жизни, но так или иначе, это ситуация, когда твой мир изменился одним днем, и он никогда больше не будет прежним. Спасибо, Таня. Последние два вопроса. У вас телеграм, опять же, в телеграм-канале есть беседы с детским офтальмологом Вадимом Бондарем, кажется, вы обсуждаете влияние гаджетов на зрение, на здоровье. Не кажется ли вам, что в период пандемии чиновники, некоторые родители стали как-то держаться за эти санпины пресловутые, которые внезапно оказались совершенно неактуальны и не проецировались реальность, оказались и родители, и дети. Ну, это очень смешно, потому что тут кто за что держался. Тоже вот на последних августовках вот этих образовательных учителя очень много говорили о том, что что вы от нас хотите. Вы нам с одной стороны дали огромную программу, а с другой стороны дали санпины, сказали, а теперь давай вот свое прокрустово ложе и ноги-руки-то мы тебе поотрубаем, если ты как-то пойдешь против санпины. Ну, смотрите, я вот вот это интервью с Вадимом Бондарем, оно очень важно с той точки зрения, что на самом деле оно снимает очень много страхов родителей, поэтому я всегда, когда задаю вопрос про офтальмолога, просто его пересмотреть. Вадим очень профессиональный, прекрасный врач и великолепенно говорит, так что его все понятно. Что касается санпинов и школы, давайте будем честны, вот сейчас у нас есть требования Роспотребнадзора к школам с учетом эпидемиологической ситуации, как должна быть строена жизнь с первого сентября. Мы знаем, что там есть и рециркуляторы в каждой школе, и то, что дети не должны встречаться с большими коллективами на переменах, и что у каждого класса должно быть свое помещение. А теперь давайте честно, сколько школ выдержат это в том режиме, в котором нам прописал Роспотребнадзор. Мне кажется, нужно быть искренними. Мы пойдем выживать так, чтобы у нас и дети смогли учиться, и педагоги смогли работать, и чтобы мы смогли обезопасить тех и других. Ну, то есть, вот, можно, конечно, всегда следовать строгой метке закона, но в ситуации с санпином, вы знаете, в чем была другая проблема? Проблема была в том, что мы просто не умеем работать в дистанционке. Ну, объективно. Многие не умеют, и так и не научились за ковид. И то, что люди не справлялись с тем, как подать материал, восстановленный санпином в Риме, это не только проблема санпина, это проблема того, к чему мы готовили педагогов, как педагоги между собой подготовились к ковиду, потому что есть примеры прекрасной школы, где педагоги, государственных школ, я сейчас не про частные, где педагоги садились вечером и придумывали, как они друг друга поддержат, делились очень активно, как у них что получается. А есть школы, где действительно санпин стал нашим главным врагом, ничего не получается, потому что санпин плохой. Ну вот, в общем, образование это такая история, где никогда ничего не бывает ровно по санпину, ровно по ВГОСТу, потому что если мы будем жить только в рамках санпина и ВГОСТа, мы далеко не уедем, мы останемся на уровне дома высокой культуры быта, но вот что будет с качеством быта, не очень понятно. Надя, спасибо вам большое. Заключительный вопрос связан с темой медиа, как вы говорите. По-моему, в 2015 году прекратилось существование бумажной версии журнала Афиша. В этом году, насколько я знаю, прекратилось существование русских репортеров. Есть ли вообще какое-то, я не знаю, может быть, это общий вопрос, но тем не менее, есть ли какое-то будущее у журналистики в России, у изданий независимых, не очень больших. Есть ли какое-то будущее у СМИ в нашей стране? Слушайте, как бы, я точно не скажу, что нет будущего, потому что я никому, я не хочу сейчас нанести какой-то удар миллиона людей, которые верят, и я сама верю, наверное, иначе бы я не продолжала работать в медиа до сих пор, нашла бы себе какое-то более комфортное место, что ли, в жизни. Смотрите, будущее у медиа есть всегда, потому что как раз, и опять мы тут закольцуем нашу передачу, вот эти вот три вопроса, что случилось, что это значит, и как это кажется на мне. Смотрите, мир, изменение мира, оно очень сильно коснулось вот этого, что случилось, да, потому что мы узнаем из социальных сетей значительно быстрее, что случилось, чем из изданий. Вот. Задача медиа здесь становится в перераспределении внимания на вот почему это случилось, что это значит и так далее. Потому что, когда люди пишут, что школу закроют 20 сентября и уведут на дистанцию, это что случилось, как бы у нас есть некий объект слух, вот, а задача медиа была бы разобраться, откуда этот слух возник, почему он так активно циркулируется, кто запускает этот слух снова и снова, когда он чуть-чуть расслабляет. Какие сейчас в нашем распоряжении есть документы? Это одна история. Вторая история в том, что, как бы, я ее уже коснулась, это деньги, ну, потому что рынок действительно очень сложный. Хорошо выживают СМИ, у которых есть бюджетное финансирование. СМИ, которые идут на самоокупаемость и создаются с нуля, им тяжело, сложно, и я сейчас даже не только промел. Есть масса в регионах примеров блестящих СМИ, и я езжу с фестивалем Мести медиа по регионам, это такой медийный фестиваль, и очень много общаются с журналистами именно региональными. И вот для них эта проблема суперсложная, потому что они действительно живут на крошечные деньги, но при этом хорошо делают свою работу. Третья проблема, это, а третья проблема касается нашего, нашей ментальной истории про медиа, про то, как, например, про то, какую ответственность, например, чувствуют перед медиа чиновники. Как бы сейчас эта ответственность выражается в той форме, что чиновник может наказать медиа за то, что не нравится. И у нас, к сожалению, был прекрасный пример этого наказания. В прошлом году для меня очень получительный. У нас был материал об одном учителе, который он не согласовал с директором школы. В материале не было ничего, кроме любви к детям. Но директору школы не понравилось, и сначала он без всяких проблем, как директор школы позволил позвонить мне и кричать на меня матом в течение минут 20. Потом он позвонил в департамент образования и как бы ориентировал силу департамента. Департамент, к счастью, повел себя суперуважительной с пониманием ситуации. Вот. А закончилось все увольнением этого педагога. Вот как бы и это не история про мел. Для мела это скорее частная история, но это история про то, как живут наши медиа и про то, что чиновники не считают нужным рассказывать, объяснять и помогать. Они считают, что вокруг них враги и... Ну, опять же, здесь было прекрасное исключение, слава богу. Иначе бы вот тогда я сказала, что я уже ни во что не верю и пошла бы помогать, пропалывать малину, не пропалывать, а прореживать. Вот что-то такое делать. Это дает часто больше удовлетворения. Да нет, естественно, медиа будут жить. Просто медиа должны трансформироваться и быстро... Ну, бумажные версии, понятно, они всегда дают много денег, но нужно уметь, например, уходить в диджитал так, как надо уходить в диджитал. А запрос от аудитории будет всегда исчезный. Мы видим американский рынок, который, ну, в определенной степени эталонный рынок медиа. С ним все нормально, он живет. Надежда, спасибо вам, что согласились на диалог. Спасибо вам за откровенные и очень интересные ответы. Желаем успехов вашему замечательному изданию, которое, безусловно, является главным, ну, или хорошо сделано, с одним из главных креативных источников по сфере образования. Дорогие друзья, с нами сегодня была замечательная Надежда Попудогла, главный редактор интернет-издания МЕЛ, интернет-издания о воспитании и образовании подростков. Я помню, вы говорили, что у вас длинное представление по брендбуку. Я надеюсь, что я не ошибся. Все нормально. Замечательное издание МЕЛ-ФМ. Читайте блоги Надежды, читайте блоги других авторов. Это действительно одна из самых креативных, одно из самых креативных пространств в нашей медиасфере. Надя, спасибо вам большое. Всего доброго. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Аминь. Аминь. Аминь.